Здравствуйте, уважаемые трейдеры, вы на канале ИнстаФорекс ТВ, с вами я, Екатерина Стихина. После оглашения итогов референдума в Великобритании рынок приходил в себя, но уже сегодня ситуация повторяется. Фондовые индексы встретили начало новой торговой недели в красной зоне. Инвесторы вновь проявляют беспокойство и предпочитают безопасные активы. Причин несколько. График индекса Nikkei 225 отправился на юг после комментариев президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена. Котировка потеряла более 1,7%. Согласно комментариям американского чиновника, экономика США вполне готова к постепенному повышению процентной ставки. Рынки буквально лихорадят в ожидании заседания ФРС, которое состоится уже на следующей неделе. Нервозность повышена и за счет ожидания совещания монетарных властей Японии. Инфляционные риски вынуждают Банк Японии согласиться на дополнительные меры стимулирования экономики. Однако остальные макроэкономические отчеты, напротив, свидетельствуют о подъеме в экономике. Помимо подъема ВВП, сегодня стало известно о неожиданном росте объема заказов машиностроения. Согласно предоставленным данным за июль месяц, годовой показатель зафиксировал резкий подъем на 5,2%. Аналитики ожидали более инертного роста – лишь на 0,3%. Данные отразились на динамике национальной валюты. Йена в паре с американским долларом выросла, котировка опустилась к отметке 102.20. Опять же, участники рынка обеспокоены и возобновившейся политической неопределенностью в Соединенных Штатах. Болезнь одного из претендентов на пост президента страны Хилари Клинтон повышает вероятность победы на выборах Дональда Трампа. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией ИнстаФорекс. Мы с вами увидимся через пару часов. До встречи!